В прошлом видео я сказал, что облигация это очень классный инструмент, который дает гарантированную доходность, но там есть разные нюансы, и один из этих нюансов – оферта. Что такое оферта, спрашивают у меня. Ну, простыми словами могу сказать следующее. Вот, например, вы купили облигацию с шикарной доходностью, скажем, 20% годовых. Ну, да, вы ее купили, скажем, ну, чуть выше номинала. Вы заплатили за нее, например, миллион 70 тысяч рублей, плюс комиссия там и так далее, ну, плюс накопленный купонный доход. И все хорошо, у вас там деньги прибавляются на счете каждый день, потому что накопленный купонный доход по облигациям прибавляется каждый день. И вдруг однажды вы просыпаетесь, смотрите, а облигации нет, и денег нет на счете. Фух, что такое, говорите вы? Вот, начинаете звонить брокеру и спрашивать, где моя облигация? А брокер говорит, а ее нет. Ее эмитент выкупил по оферте. А деньги где, говорите вы? Ну, деньги появятся через день-два обычно. Они никуда не деваются, но денег будет, скорее всего, меньше, чем вы заплатили. И такие, вы заплатили миллион 70 тысяч рублей, а вам денег вернули один миллион, скажем, и две тысячи рублей. И где 68 тысяч рублей? Улетели. Вот так. Как это получается, сейчас расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, вкратце я объяснил уже, что такое оферта. Это когда вы купили облигацию, надеетесь, что будете получать вечно, а она хрясь и закрылась. И недолго музыка играла. Как так получается? Для того, чтобы понять, что такое оферта, давайте от противного. То, что нам хорошо всем известно. Кредит. Ну, скажем, вы 10 лет назад взяли кредит на ипотеку, и в то время кредиты вы давали, ну, так скажем, примерно под 19% годовых. И вы платите вот эти 19% годовых. Кому вы платите? Банку. Банк сидит и улыбается, потому что сейчас ставки снижаются, учетная ставка снижается. Ставки кругом уже дают под ипотеку, уже там, ну, под 10 можно взять там процентов, под 9 дают, там даже объявляют по 6,5%. А вы на трех работах пашите, чтобы банку заплатить 19% годовых. Вам это выгодно? Нет. И вы думаете, блин, надо было подождать. Вот. И вообще, что делать? И тут вам звонит какой-то другой банк и говорит, слушай, а давай мы тебе дадим денег в кредит, ты эти деньги отдашь тому банку, который под 19%, а нам будешь платить под 12%. И вы идете в банк, банк вам никогда не позвонит, не предложит улучшить условия. Вы идете в банк и говорите, слушайте, я хочу погасить кредит досрочно. Банку это хорошо или нет? Банк сидит и улыбается, ему все хорошо, а тут вы говорите, а я не хочу платить такие проценты, я хочу, вот вам заберите свои деньги, я ухожу. И тут банк уже начинает там вертеться, говорит, а давай мы тебе, значит, опустим ставку по кредиту, там до 12%, вы говорите, не, по 10 давай. Ну, что это такое? Вот, ну то есть вы как бы пришли, когда вы требуете либо вернуть кредит, вы хотите досрочно погасить этот кредит, либо вы хотите пересмотреть проценты по кредиту, это и называется аферта. Только здесь это аферта для банка. А когда вы покупаете облигацию, то уже вы выступаете в роли банка. А компания, эмитент этой облигации или государство, она выступает как заемщик по кредиту. И когда он берет эти деньги в кредит, в займ, то есть выпускает облигацию, то, ну, ему нужны эти деньги по зарез. И если тогда, 10 лет назад, была ставка, скажем, по кредиту, ну там в среднем те же самые 19%, то он и выпускает облигации под 19%. 19%, а потом ставочка снижается, снижается. Вот. Но облигации могут быть с афертой. И в аферте, что такое аферта? Это написано, что эмитент имеет право пересмотреть условия данной облигации в таком-то году, в такой-то срок. То есть, скажем, 3 года он гарантирует выплату так, как положено, а через 3 года наступает дата аферты. И эмитент может либо погасить эту облигацию путем безусловного выкупа у держателей, либо не воспользоваться этой афертой. Он может так. Или, например, значит, аферта бывает такая, что 3 года он платит вот эти, гарантирует купонную доходность, ну вот та, которая заложена. А через 3 года купон начинает быть, скажем, плавающим. Или имеет право эмитент просто снизить этот купон. И вот оно. Вот это и называется аферта. То есть, аферта – это право эмитента пересмотреть условия облигации в какую-то дату. Эта дата называется датой аферты. Вот. И что происходит тогда? Ну, если, например, это аферта на выкуп облигации, то вы покупаете облигацию, значит, ну, как бы у вас там доходность бешеная и так далее. Вы радуетесь. А потом наступает дата аферты, о которой никто никогда не предупреждает, потому что она заложена в условиях этой облигации. То есть, когда вы заключаете с банком договор, у вас кредитный договор. По облигациям есть проспект эмиссии, который играет роль такого же кредитного договора, в котором все условия описаны. Есть там аферта или нет. И надо смотреть, есть ли аферта в этой облигации или нет. И какая это аферта. Аферта либо на пересмотр ставки по купонам, по выплате купонов, либо, значит, по досрочному выкупу. Если это досрочный выкуп, то, значит, эмитент извещает всех держателей облигации. То есть, там есть реестр акционеров, есть реестр держателей. Он извещает всех держателей, что он хочет воспользоваться этой афертой. Держатели берут и, значит, бамс, замораживают эти облигации. То есть, ее уже нельзя ни купить, ни продать, начиная с этой даты. То есть, она исчезает у вас со счета, что и происходит. Вот. Но деньги, они вроде как, ну, как бы существуют, но какие-то они виртуальные. Ими нельзя воспользоваться, потому что деньги еще не поступили реальные от имитента. Через какой-то срок поступают деньги от имитента и, значит, ну, через акционеров. Там написано, что в реестре акционеров, что облигация куплена через такого-то брокера. Деньги поступают на ваш счет и все размораживается через какое-то время. Вот что такое аферта. Ну, с условием пересмотра, скажем, купона, ну, то же самое, только там ничего не замораживается. Вот. И есть еще облигации. Это вот я рассмотрел только аферту. А есть еще облигации вечные. Есть облигации с плавающим купоном, с инфляционной облигацией, у которых купон четко привязан к инфляционной ставке, к ставке инфляции. Например, инфляция плюс 4%. Нормально, нормально, или там плюс 2%. Вот. Это вот такие облигации бывают. Бывают облигации, которые, ну, по этим облигациям, естественно, никто не говорит заранее купон. Бывают облигации с плавающим купоном. То есть купон определяется на каждые полгода. То есть он выплачивается или там на год. Он выплачивается в этом году с выплатой очередного купона, говорят. А со следующего года купон будет вот такой. Что еще там может быть с облигациями? Облигации могут быть субординированные, конвертируемые. Облигации могут быть... Так, 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 так. А, ну, есть еще дефолт по облигациям. Что это такое? Тоже могу рассказать, если вам интересно. Пишите вопросы. Ну, а на сегодня все. Это короткое видео. Задавайте вопросы, ставьте лайки. Не забывайте подписываться и делиться этими видео. А с вами был Демитков Юрий. До встречи.